В этом году празднование Дня Учителя в нашем районе запомнится особым событием. На территории 12-й школы была высажена Аллея Учительской Славы. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. С подробностями Анна Монастыренко. Учителя вас ждут ваших бездельных, а депутат водится на земле. 5 октября учителя принимали поздравления со своим профессиональным праздником. Много теплых слов было сказано в их адрес. Но особым подарком для всех педагогов района стало торжественное мероприятие, посвященное закладке Аллеи Учительской Славы. В зале 12-й школы собрались лучшие представители отрасли образования Славянского района, педагоги и легенды, их родные и близкие, почетные жители, делегации образовательных организаций, учащиеся. Во дворе школы будет высажено 24 дерева в память о 15 славянских педагогах, внесших весомый вклад в развитие системы образования. Еще 9 деревьев будут высажены в честь почетных граждан района. Была рассказана история жизни каждого труженика, их победы и достижения. Председатель районного совета Григорий Литовко отметил, что сегодняшнее событие войдет в историю Славянского района. Высадка деревьев символизирует преемственность поколений, и эта традиция будет продолжена. Высадка деревьев – это прежде всего память о тех, кто внес большой вклад в развитие потроц образования. Наши ребята покоряли вершину, всеверные олимпиады выигрывали, прославляли наш Славянский район везде. Это благодаря труду многих поколений. Сегодняшняя посадка олимпиады – это преемственность поколений. Я уверен, что когда-то и вы продолжите. Из этой олимпиады вырастет сад. Идея создания аллеи учительской славы принадлежит депутату законодательного собрания края Виктору Чернявскому, который сам не одно десятилетие проработал в сфере образования района и многих педагогов, ставших легендами, знал лично. Для меня сегодня такой святой день. Я думаю, что одно из главных дел, которые я сделал в жизни, вместе с вами, вместе с моим коллегами, мы сегодня открываем аллею учительской славы. Перед нами сейчас прошла целая эпоха, целая история. Люди, которые каждый день ходили к школьной доске, которые всю свою душу, сердце, обаяние, знания передавали подозвращим поколениям. Я уверен, что аллея учительской славы – это только начало. В каждой школе, в каждом детском саду, в каждом учреждении добыт на образование. Есть люди, которые являются реальными. И я уверен, что наша аллея получит продолжение. В Славянском районе всегда чтили учителя, всегда почитали и будут уважать впредь. Учитель – это звучит вон. Правильно сказал парень. Учитель перед дневнем твоим, позволь смеленно преклонить. После окончания торжественной части мероприятия, собравшиеся, отправились во двор 12-й школы, чтобы посадить аллею славы. Около каждого дерева была размещена табличка с именем. Дерево памяти Маргариты Кузьминичной Елфимовой посадили ее дочери и внучки. Маргарита Кузьминична – это педагог-легенда Славянского района. За 20 лет, что она возглавляла отдел народного образования, было построено 5 школьных зданий. Спорткомплекс «Юность» – количество детских садов выросло с 8 до 20. Для коллег и родных она навсегда останется в памяти неординарным человеком, смотрящим в будущее. Мама была очень душевным человеком, очень добрым, очень любила людей, просто необыкновенного жизнелюбия и очень-очень объективным. А еще у нее было очень масштабное мышление. Она немножко вперед заглядывала всегда и видела проблему в целом, а не по крупицам. Нам ее очень не хватает, ее советов, ее мудрости. Но я рада, что будет у нас живая память и для людей, и для нас. Надеюсь, это дерево вырастет большим. И мои дети, и внуки, сестры, дети и внуки тоже будут приходить к этому дереву, вспоминать маму. А вот педагог-легенда Анатолий Иванович Смола сам высадил свое дерево. Анатолию Ивановичу 85 лет. 35 из них он проработал педагогом дополнительного образования в станции юных техников. Подготовил 12 мастеров спорта России по ракетомоделированию и даже двух чемпионов мира. С 47-го года я с детьми. И большой промежуток времени. Ну, если бы он был у меня еще такой же, я бы только с детьми бы работал. Это гордость. Тому, что вот мы сегодня деревья садили. А вот так же и в каждом ребенке. Это саженец, с которого растишь дерево, и которое будет приносить больше пользы для Родины, чем ты сам. В честь вот таких удивительных, преданных всем сердцем детям и своей профессии педагогов и была высажена аллея учительской славы. 24 клёна будут расти и напоминать славянцам об их выдающихся земляках, которые навсегда золотыми буквами вписали свои имена в историю славянского района. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова